Дом ужасов существует только в сказках? Оказывается, нет. Пожалуй, так можно назвать дом номер 2Б по улице Ушакова. И это уже далеко не фантастика, а условия, в которых человеку жить невыносимо. Такой быт уже просто вымотал местных жителей. И это неудивительно. Как только наша съемочная группа вошла туда, в нос ударил неприятный, тошнотворный запах сырости и гнили. Всюду грязь, обшарпанные стены. А в санузел мы только с зонтиком ходим. Шутят уставшие от всего этого люди. Канализация течет. Но, пожалуй, самое страшное – это подвал. Воды там скапливается по пояс взрослому человеку, вследствие чего там завелись черви. А по всему зданию в любое время года летают комары. Облюбовали дом и огромного размера крысы. У нас здесь раньше была в подвале пилорама с правой стороны. Сухой подвал полностью. Мы следили, чтобы даже комаров не было. На сегодняшний день подвал залит. Труба канализационная лопнула где-то месяц назад. И вся канализация идет в подвал. Там уже черви в воде. Вот такие крысы большие. Куча мышей. Травим мышей и крыс сами. Просто вот складываемся в складчину и покупаем и травим. Но они все равно отпеваются этой водой. И они все равно там живут. Ну вот такие. Отпеваются такие здоровые. Ремонт тут делать бесполезно. От такой сырости все моментально приходит в негодность. Еще год назад здесь были идеально покрашенные стены. От сырости сейчас они вот в таком состоянии. А вот и кормушки с отравой для крыс. Только эту проблему решать не помогает. Живут тут в такой полнейшей антисанитарии и семьи с маленькими детьми. А ведь отопления нет в большей части дома. Периодически звоним. Никто не приходит. В подвал вот только откачали воду. А все равно не приходят. Ничего не делают. Ресекция отапливается. Все остальные 10 холодные. Так что же произошло? Почему тут настолько плачевная ситуация? По словам жильцов этого коммунального дома, раньше здание было в собственности Новрязанской ТЭЦ. В это время был порядок. Ремонтировали подвал. В нем всегда находились насосы для откачки воды. Потом, как рассказывают жильцы, дом передали в обслуживание организации «Класс-Р». И теперь все жалобы остаются без внимания. Сетуют жители дома. Если раньше проблемы у нас с крышей, когда мы на пятом этаже живем, у нас стекло с потолка постоянно. Позвонили, там вроде пришли, решили как-то. Не сразу, но решили. То в этом году проблемы с подвалом. У нас нет ни отопления. И звонки туда, они не приезжают и не реагируют вообще никак. Это вот звонишь, да, мы заявки оставили, все, ждите, приедут. Не приезжает никто. Жаловались жители этого дома в разные инстанции. Проблема не решалась. Мы попытались дозвониться в организацию, которая, по словам жителей, обслуживает их дом. Но в течение дня так никто и не ответил. Ольга Харламова, Михаил Лазоткин, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...